Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Погоня. Главный герой в один прекрасный день обнаруживает на сайте по розыску пропавших детей собственное фото. Отойдя от шока, он понимает, что родители похитили его и вырастили как собственного ребенка. Юноша начинает расследование, которое в итоге превращается в цепь жестоких и местами смертельно опасных событий. Особое мнение. В 2054 год уже 6 лет существует особый предпреступный отдел. На основе психических технологий разработана экспериментальная программа, с помощью которой работники отдела могут узнать о еще не совершенном убийстве и арестовать подозреваемого еще до совершения преступления. Такая система осуждения преступников и предотвращения преступлений получает все большее распространение. Эта система работает идеально. Но самое страшное начинается тогда, когда ты сам оказываешься обвиненным в еще не совершенном убийстве. Однажды руководитель предпреступного отдела Джон Андертон сам оказывается подозреваемым преступником. Он обвиняется в том, что совершит убийство человека, которого пока он даже не знает. Джон не верит в это, но теперь он выужден сам скрываться от своих коллег. Единственная для него возможность доказать свою невиновность – это показать, что новая программа допускает ошибки и отнюдь не так идеально, как этого хотелось бы многим. Враг газарства 1998 года. Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду, даже когда он уверен, что его никто не видит. В руки преуспевающего адвоката Роберта Дина попала страшная улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная служба узнала об этом раньше Роберта и немедленно приняла меры. В ход пошли самые новейшие технологии. В современном мире не нужно быть магом, чтобы изменить человеческую судьбу. Достаточно просто подойти к компьютеру. За считанные дни из закона послушного гражданина Дин превратился в опасного преступника, на которого была объявлена настоящая охота. Когда адвокат найдет союзников и передаст им таинственную улику, полетят многие головы, если до этого он не лишится своей. Агрейд, в недалеком будущем, технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозка в жену, а сам оказывается парализованным, его единственная одеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Человек-на-ября Экс-агент ЦРУ, невольно вернувшись в дело, оказывается в эпицентре международной интриги, затеянной главами разведывательного управления. В их планах – внедрение во внутреннюю политику стран Восточной Европы через кандидатов в президенты РФ с помощью шантажа грязным прошлым. На его совести – вторая вспышка войны на Северном Кавказе, жертвы, насилие. Но Питер Довера разгадывает тайны нечестной игры. Годилла Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия. Она, 2013 года. Теодор – одинокий писатель, покупает новую техническую разработку, операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между неооперационной системой возникает роман. Теодор – одинокий писатель, измельчиняя 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 – одинокий писатель. Украденную жену 2013 года Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную. Вместо того, чтобы заплатить преступника в выкуп, он скрывается на богамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот. 12 лет рабства 1841 год. Соломон Нортоп был свободным чернокожим музыкантом. Его похитили, отобрали документы и выставили беглым рабом. Оказавшись в Новом Орлеане на флантации, Соломон сопротивляется и пытается доказать свою правоту, но постепенно принимает и новое имя, и новый статус. Нортоп видит несправедливость и жестокость и старается сохранить в душе надежду, когда-нибудь обрести свободу. Прежде чем я усну История о женщине, потерявшей память. Каждое утро последние 20 лет просто исчезают из ее воспоминаний, и каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь. Экипаж Опытный пилот Уип Вайтекер чудом избегает крушения самолета и совершил аварийную посадку, сохраняя жизни практически всех пассажиров. Уипа чествует как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает. Что же на самом деле произошло на борту самолета? Кто я? Бенджамин – молодой компьютерный гений. С детства он мечтает стать супергероем из комиксов и покорить мир. Но в реальном мире он никто. Его жизнь неожиданно меняется, когда он встречает свою полную противоположность – харизматичного парня Макса. Не желая жить в жестких рамках системы, они совершают череду дерзких киберпреступлений. Восстав против равнодушного общества, они становятся кумирами для целого поколения. Теперь Бенджамин не просто супергерой, он самый разыскиваемый хакер в мире. Но что его ждет после погружения в альтернативную реальность? Кто же он на самом деле? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Невероятная жизнь Уолтера Митти Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно Супермены? Война Миров Зет Сотрудник ООН Джерри Лэйн на перегонки со временем пытается остановить заражение, способное полностью истребить человечество. Смерть в сети Молодая женщина изучает привычки пользователей чата с использованием веб-камеры и невольно становится свидетелем жестокого убийства. Пишите комментарии, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...